Приветствую вас. Давайте теперь разберем ваш вопрос. Вопрос зовут Сергей. Мне 19 лет, не имея интимного опыта. В силу своего возраста и сексуального темперамента я очень часто думаю о сексе, поэтому не могу нормально и чисто развиваться интеллектуально. Также ввиду определенных комплексов и страхов не складываются отношения с девушками, да и особого желания нет в этом разбираться. Хочу отношения без обязательств, но не могу найти девушку с таким взглядом. Единственным вариантом, я здесь вижу только как бы проституток, да, но у меня есть опасения, что смогу подступить к какому-то заболеванию и т.д. Что делать? Ну, пользоваться средствами индивидуальной защиты, то есть, ну, средствами, как бы, контрацепции пользоваться и все. Вот, это такой вопрос в целом. А так, да, вариантов больше для вас, в принципе, нет, если вы, как бы, ну, если вы не хотите в этом разбираться. Вот. Так что, действительно, если только поработать с вашим страхом заболеть, потому что, если, вот, как вы говорите, что вы много об этом думаете и т.д. и т.п. И вот, если вы, вот, ну, как бы, думаете об этом много, но при этом боитесь заболеть, то получается, что не так уж для вас это важно. Вот. Кроме того, рисков заболеть гораздо меньше, становится меньше в геометрической прогрессии, чем дороже услуги, которые вы хотите купить. Вот. Вот. Соответственно, если человек за собой следит, да, если человек имеет подтвержденные документы, например, о том, что все в порядке там, вот, то такое вам не грозит от слова совсем. Но и стоит это гораздо дешевле, а, дороже. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вы готовы делать выбор, вы готовы совершить на вас страхи. Те же страхи, которые, собственно, судя по всему, мешают вам строить отношения с девочками. И, поскольку вы боитесь заболеть, я полагаю, что здесь есть нечто, связанное с вашей подавленной злостью. Вот. Связано с вашей, с вашей подавленной такой интенцией к формированию, оформлению, защите личных границ своих, которые, кстати, по всему, вы не очень защищаете. Вот. Отсюда ваше, ваше подозрение, в том числе, относительно того, что вы можете заболеть, потому что это своего рода агрессия. Такая несколько, вот, интровертированная, да, интроверсивная агрессия. То есть, обращенная на вас, как бы. Ну, вот. Возможно, даже речь идет о том, что вы себя полубессознательно наказываете. То есть, у вас появляются такие мысли, вот, вы считаете, что делаете что-то плохо, хотя, на самом деле, понимаете, что ничего плохого в этом нет. Но все равно себя наказывает. Опять же, в силу своих страхов, в силу своих каких-то, вот, комплексов и так далее. Вот. На что хотелось бы обратить ваше внимание, в общем и целом, да? На что? Обратить ваше внимание мне бы хотелось бы знать следующее. Вот, вы говорите, что не хотите разбираться, значит, со своими комплексами. Вот. Ну, не хотите. Не хотите разбираться, вот, и, в принципе, ну, не хотите, не хотите. Как бы, ваше право. Ну, как строить отношения-то с девочками вы будете, если не поработать со своими страхами, вот, и комплексами? Как вы будете, ну, отношения-то, вот, вообще с ними выстраивать? Вот. Не очень, честно говоря, это для меня здесь очевидно. Вот. То есть, ну, вы можете, конечно, сделать сейчас все, что вы хотите. Вот. Ну, а дальше что? Проблемы это не решать. Увереннее от этого вы не станете. Ну, понимаете. Еще бы я рекомендовал вам спросить себя вот о чем. А, собственно, для меня правда не важны отношения. Ну, вот такие. Ну, с обязательствами. Ну, вот. Или я просто убегаю от отношений с обязательствами в отношения без обязательств. Вот. Чтобы мне не было больно. Потому что решать вам эту историю. Решать вам эти моменты. Вот. вот. Но если вы себя обманываете. Вдруг. Если вы себя обманываете. То ничего хорошего не будет. Если вы себя обманываете. Вот. Поэтому. Я бы хотел. Ваше внимание обратить в том числе и на это. Чтобы все-таки вы себя не обманывали. А в целом, не знаю. У меня возникло ощущение, как будто вы разрешения хотите, Сергей. Вот. Не нужно вам разрешение. Не наше, не чье-либо еще. Вы уже взрослый человек. Знаете, что вы хотите. Вот. Вот. Вам бы разобраться в себе. Того ли вы хотите. На самом деле. Вот. Понимаете. И дальше идти к этому просто. Как-то так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.